Радио Болтком В студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом. То, что происходит за сценой. Вот это закулись, то, что там происходит, я говорю, боже мой, все это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой на Радио Болтком. Ходите на концерты классической музыки. Добрый день, дорогие друзья. Рада приветствовать вас. Опять интернет объединяет самые разные города. Олег Пека в студии соединяет меня вместе с органисткой, доцентом Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Курсакова, главной органисткой Церкви Святой Марии, Финской Церкви Святой Марии в Санкт-Петербурге, Марина Вязя. Марина, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. И так приятно, что есть возможность пообщаться в эфире с совершенно различными людьми. И, конечно же, так как я сама органистка, я очень люблю общаться с органистами. И Марина Вязя, мне кажется, уже одна из органисток, одна из немногих органисток, которая, можно сказать, вписала себя в летопись в одной церкви уже точно. Дело в том, что в Финской Церкви Святой Марии в Санкт-Петербурге благодаря стараниям Марии, я думаю, по инициативе какое-то количество времени назад был установлен просто феноменальный инструмент. Это копия органа барочного, органа зельбермана. И это уникальный инструмент не только в Санкт-Петербурге, но и не только вообще для всей России, но, в принципе, наверное, даже и для Европы. Потому что, я не знаю, строятся ли сейчас вот такие образцы таких инструментов. Марина, расскажите о вашем инструменте. И каким образом вам удалось это сделать? Как пришла эта гениальная идея? Кому она пришла? Рассказывайте. Дело в том, что идея долгое время носилась в воздухе, поскольку понятно, что главный кафедральный собор Церкви Святой Марии, которая относится к церкви Ингрии, должен был иметь приличный орган. Там был довольно неказистый, небольшой электронный инструмент. И всё, конечно, в средства упиралось. Церковь была отреставрирована, но органа не было. Но, к счастью, у нас есть дружественные приходы. И один такой подвижник, его зовут Йорма Лаулая, он выступил с инициативой сбора средств. Это потрясающий человек, очень организованный, очень открытый для таких вот проектов, которые в тот момент для церкви, я считаю, это было очень важно. И в течение многих лет, нескольких лет, собирались средства для строительства этого инструмента по всей Финляндии. Сколько лет примерно? Ну, то, что больше пяти лет, это точно. Но это не так много. Это не 20. Ну да, были жертвователи, имели и отдельные приходы, и также просто физические лица, так что можно сказать, что всем миром собирали. Участвовали какие-то единичные организации и Санкт-Петербурга в этом. Но когда уже достаточное количество средств было собрано, встал вопрос о том, какой это будет инструмент. Вот здесь началось всё самое интересное, потому что была создана комиссия по разработке и по обсуждению этого. И были мысли о нескольких органных фирмах. Но мне посчастливилось в ту пору до этого учиться в Академии Сибирюса в Хельсинки. И мой профессор, также один из моих профессоров, он также находился в этой комиссии. И мы очень тесно общались. Я со стороны прихода. Он со стороны этой комиссии. Потому что было несколько вариантов для органа Церквистой Марии, таких, так скажем, компромиссных, на которых можно было бы всё играть. Но более простых. Универсальных, как сейчас. Универсальных, да-да-да. Извините, у меня включилось в доме электричество, выключилось неожиданно. Сейчас включу. Но в Финляндии в ту пору работал органный мастер Марти Портом, который занимался так называемым аутентичным органостроением. То есть он тщательнейшим образом изучал органы различных эпох. И он их как строил, так и реставрировал. И возникла такая идея, что почему бы нам не построить орган, которого до сих пор ещё на территории России нигде не строили. Нет, в такой традиции. И возникла идея, что всё-таки хотелось бы построить орган в традиции барочной. И Марти предложил идею построить орган в традиции Готфрида Зильбермана. Это долго обсуждалось. Не все были с этим согласны, потому что Марти строит органы. Просто до мельчайших подробностей он изучает этот вопрос. К примеру, одним из камней к предсказанию было то, что орган звучит в трое 465 Гц. То есть на полтона выше асостройства. И те поборники таких, так скажем, компромиссных вариантов говорили, ну каким же образом. Хор, органист, транспонировать. Ансамбли, да. Ансамбли. Что-то со связью. Евгений, только я не слышу Марину, или вы тоже не слышите? Алло? Алло? Вот у нас одни, один ряд. У нас три ряда органов. А так вот идеальное помещение. И все поняли, что вот, наверное, все-таки стоит нам построить именно конкретно вот этот инструмент. И, в принципе, до сих пор еще никто, по-моему, об этом не пожалел. Ну, ведь сумма астрономическая. Расскажите нашим слушателям, во сколько обошелся этот грандиозный орган. Он просто невероятной красоты и потрясающее звучание. Ну, если я правильно помню, потому что такие вот цифры не всегда они так в голове, то есть со всеми перевозками, транспортировками, установками и так далее это было порядка 600 тысяч евро. Ну, это еще по старому курсу. Да, по старому курсу, установлен 10 лет тому назад. В этом году будет органу 11 лет. То есть это немножко другой курс, но все равно для меня это совершенно астрономический. Это почти космический. Ну, и действительно, знаете, так радует, что вот благодаря инициативе органиста, инициативе церкви создается новый инструмент, потому что, конечно, электронные органы в наше время они поглощают. То есть это, конечно, легче поставить электронный орган за даже 15-20 тысяч евро. Ну, обычно обходится это гораздо дешевле, чем вот построить, конечно, такой инструмент. Но когда ставится настоящий духовой инструмент, то это становится важным не только для церкви, но и приобретать большое культурное значение. В данном случае не только Санкт-Петербурга, но и вообще всей страны. И к тому же, помимо того, что орган участвует в богослужениях, вот благодаря Марине концерты проводятся каждую неделю. И одна из немногих церквей, где до сих пор сохраняются пожертвования. И это тоже значимо, потому что не все могут купить дорогой билет, а вот попасть за пожертвование на концерт, качественный концерт, где выступают сплошь профессионалы. Это большая радость. И для организаторов, для церкви, наверное, большое достижение. Марина, вот в вашей церкви, так понимаю, вообще несколько приходов, то есть службы на службе и еще концертная деятельность. Ну, у нас дело в том, что приход двухязычный. Богослужения проходят как на финском, так и на русском языках. Но в силу сложившихся обстоятельств очень много прихожан переехало жить в Финляндию. Поэтому, конечно, сейчас наш приход развивается больше, как русскоязычный, и на богослужениях русскоязычных гораздо больше людей, если так вот прийти, посмотреть. На этом органе все равно, как бы, конечно, лучше играть там до баховских композиторов. Но все-таки, как вы выстраиваете программы, и какая музыка наиболее часто звучит вот с этим интересным строем, который непривычен обычному слушателю? Я помню, когда я играла даже токату и фугури минор у вас в церкви, не помню уже, весной, и один из слушателей подошел и сказали, а вы транспланировали токату, она звучит в другой тональности. Мне пришлось рассказать как раз, что это совершенно другой строй. Люди, да, когда слышат знакомые произведения, они пытаются понять, то ли они обманулись, то есть или что происходит, почему звучит в другой тональности. Ну вот эта особенность строя, которая звучит на полтона выше, но что касательно репертуара, здесь у нас, так скажем, есть некоторые уступки. Мы сделали такой реверант в сторону исполнителей, потому что диспозиция органа церкви города Понец в Маренгирхе, она была немножко изменена. Мы добавили в наш орган дополнительные язычковые регистры, что позволило нам теперь исполнять здесь в том числе французскую музыку. То есть Куперен, Клеромбо, Дегринит, вся вот эта классика французская, она звучит очень хорошо на нашем органе. И да, баховская музыка, и баховская, и, как ни странно, ранее романтическая музыка тоже хорошо звучит на этом органе. Мендельсон, Брамс. Очень достойно. Я пыталась играть здесь минималистическую музыку, здесь другая проблема возникает, то, что не хватает объёма клавиатуры, потому что крайняя нота у нас ре и в педали, и в мануале. До диез внизу отсутствует, так же, как в Зильбермании, аутентичном. Но звучит очень хорошо. То есть минималистическую музыку можно играть смело тоже на этом инструменте. Ну вы, кстати, органист-универсал. И мне таким образом, меня так посчастливилось, что каждый раз, когда я приезжаю в Петербург и хочу сходить на органиста, мне попадают именно ваши концерты. Играете вы совершенно в разных местах, в разных церквях. И вот даже я удивляюсь, что я сейчас опять поеду, теперь поеду в Москву, и думаю, так надо будет сходить, послушать кого-то из органистов на Малой Грузинской соборе. Это самый большой собор в Москве. И опять смотрю, мне попадает Марина Виазия. Вот, то есть поэтому можно сказать, я как ваша поклонница, да? Органист-поклонник. Вот, и вот как вам, в каком вы репертуаре себя всё-таки чувствуете более комфортно, или всё-таки действительно полный универсал, и играете с большим удовольствием и романтику, и раннее барокко, и, конечно же, баха? Вы знаете, ну, действительно, так сказать, у меня очень много предпочтений в музыке, и мне нравятся в том числе и какие-то современные произведения. Я играю все произведения Марисы Дюрифлеев, включая его «Реквием». Все-все выучили? Да, потрясающе. Мечта куда-нибудь записать, надеюсь, осуществится. И также нравится мне делать различные органные транскрипции или играть с транскрипцией какой-то интересной музыки. Ну, конечно, бах в большом приоритете. То есть это, так скажем, хлеб насущный, то есть вот без баха вообще никуда. То есть это такая вот основа репертуара, вокруг которого уже строятся какие-то личные вкусовые предпочтения в музыке. Не все подряд играю. Играю то, что как бы конкретно… То, что нравится. Близко мне. То, что нравится. Но, к счастью, вот такая вот возможность есть. И в Петербурге у нас довольно много органов, где можно исполнять различный репертуар. Это очень, я считаю, это большое везение. Ну, Петербург, наверное, единственный город в России, где действительно можно поиграть на каждом инструменте специальный репертуар. Да, и доборочный – это ваша церковь Святой Марии. И романтический прям совсем этот орган в Наковинском, где для рижан как раз будет знакома орган. А валькер – почти полная копия органа церкви Святого Павла, где я проработала пять лет, только он немножечко поменьше. И когда, помню, я села за этот инструмент, в Петербурге было ощущение, что как будто ты попал домой. Вот он, родной, этот инструмент с запаздыванием. И совершенно другой инструмент в Таврической капелле и особенно грандиозный инструмент в Петрикирхе и в Мариинке. Действительно, для органиста большая радость жить, мне кажется, в Петербурге. Потому что, с одной стороны, это и столица, и москвичи не могут похвастаться таким количеством инструментов. И даже, кстати, рижане. Простите, вас перебила, просто очень важный и любимый мной орган также у нас находится в капелле, в академической капелле. Да, капелла еще, да. Да, там потрясающее сочетание инструмента и акустики. Восхитительный орган. Ну и, кстати, вот наши сегодняшние гости – это доцент Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корского и главная органистка Финской церкви Святой Марии Марина Виази. Одна из ведущих российских органисток как раз во всех местах, где мы, которые перечисляли, исполняет и играет не только в Санкт-Петербурге, но и по всей России. Поэтому очень думаю, что в скором времени также приедет порадовать и рижскую публику своим выступлением. Дорогие друзья, не отключайтесь, у нас небольшая рекламная пауза, и мы вернемся к нашему общению. Прошу прощения, видите, сегодня выяснилось, что реклама мы без рекламы, и мы продолжаем наше замечательное общение с главной органисткой церкви Святой Марии – Мариной Виази. Марина, как вы пришли к органу? Сколько вам было лет, когда впервые сели за инструментом? Ну, это вообще очень удивительная история, довольно длинная. Я попытаюсь коротко. Дело в том, что я знакома с органом с раннего детства. Потому что бабушка моя и все родственники по папиной линии, они лютеране. То есть по рождению я наполовину твинка, наполовину русская, мама русская. И бабушка была в свое время репрессирована, потом им разрешили вернуться с дедушкой сначала в Петрозаводск, а в 1977 году они переехали обратно сюда, в Ленинградскую область, где как бы и жили. И церкви стали постепенно открываться. И первой лютеранской церковью, которая была открыта в Ленинградской области, была церковь города Пушкин. Я помню, как мы маленькие, с моей сестрой, еще не знаю, сколько мы были, младшая школа, бабушка время от времени нас брала с собой в Пушкин. Дорога, надо сказать, очень длинная. Не близкая, да. Не близкая, да. Учитывая, что нужно было добраться до города, там пересадка, и потом в Пушкин, там часа два, а то и больше бабушка была в приклонном возрасте. Но мы ездили туда. Я помню, что уже там на меня вот эта атмосфера храма и звучащий орган производили колоссальное впечатление. Училась я в музыкальной школе по классу фортепиано. А потом в 92-м году открыли церковь, которая ближе территориально находилась к тому месту, где бабушка жила, буквально в соседнем поселке, в деревне Колбино, церковь Святого Георгия. И, естественно, пока церковь строили, там была такая церковь-барак рядом, и служения проводились там. И как только этот барак открылся, буквально не то что сразу, но довольно скоро, бабушка нас с младшей сестрой предъявила туда воскресную школу. Да, было там потрясающе интересно, им было очень много детей. И организовали детский лагерь в Финляндии, куда отправили детей. Мы с сестрой туда поехали. Я просто там музицировала на фортепиано, и все очень удивились, что я играю, вроде как хорошо, аккомпанировала песни. И когда мы вернулись после этой поиски, мне предложили сначала играть в воскресной школе. И так это всё пошло-пошло. Потом говорят, может быть, ты сыграешь в богослужение? Ну вот в этой церкви в Барачине. Там был синтезат. Я говорю, ну почему нет? Вот тогда мне было лет 12. А потом буквально через год-полтора построили храм, церковь Святого Георгия, где установили электронный орган шведской фирмы Альбурн. Она уже не существует сейчас. Эта фирма, к сожалению. И я как-то пошла и стала играть там, служба сама с педалью. То есть я вообще не понимала, какая в этом сложность. Ну подумаешь, вот линию баса, я просто из рук перенесла в педаль. И так чудесным образом сложилось, что меня отправили, когда организовывали курсы органистов в Финляндии, для приходских церквей. Я вот в 14 лет отправилась туда. И это был такой колоссальный толчок для меня. Месяц мы там учились, нам показали огромное количество инструментов, получила я большое количество нот различных. И организм, которым я там занималась, органом, он мне сказал, что когда ты это всё освоишь, будешь играть хорошо. И я это всё для себя осваивала, но никогда даже не думала, что я буду там профессиональным органистом. Это было такое вот прекрасное хобби. Музыкальное училище Римского-Курсака поступило как пианистка и в консерваторию тоже, представляете? Но это для меня вот сейчас как-то очень странно. Почему? Потому что я уже тогда играла органные концерты в Финляндии. У нас дружественных приходов было несколько. И я изучала, и мы ездили с хором, и я играла по часу разные программы, сама при этом не занималась вообще ни с кем. Но проучившись год консерватории на фортепианном отделе, у нас потрясающий курс, у нас очень многие мои друзья преподают по всему миру, играют по всему миру. То есть действительно очень сильные пианисты. И в Петербурге многие остались работать, преподавать. И проучившись там год, вдруг я узнаю, что у нас в консерватории открывается кафедра органа и клавесина. Но тут у меня наконец-то в голове что-то щёлкнуло. Лучше поздно. Повернулось лучше поздно, чем никогда. И я пошла туда поступать на орган. И пошла консультироваться к моему прекрасному профессору, Чаосовой Татьяне Михайловне. Вот как-то она мне приглянулась, что ли. Я была на органных концертах. И такое вот очень незлодимое впечатление её концерты оставили в моей душе. Я подумала, хочу учиться, вот пойду на консультацию. И когда я пришла для поступления в консерваторию, я планировала играть по Сокалью Аганна Себастьяна Баха, семинорный Харал Франко и триосенату до мажор того же Аганна Себастьяна Баха. Потрясающе. И, собственно говоря, поступила без проблем. Не сильно был большой конкурс, но всё-таки. Но для того, чтобы мне от своих друзей не отставать, я сдала один год за два и в параллеле со своими сокурсниками осталась. Но вот могу быть горда собой или обстоятельствами, что случилось так, что я первая выпускница кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории, чему я несказанно рада, что всё-таки такие пути Господни неисповедимы. И хоть поздно, но всё-таки остановилась на своём любимом инструменте и не жалею. Ну и спустя время ещё и пошли работать туда. Да, ну у меня ещё была интересная история. Когда училась в консерватории, на первом курсе, была на мастер-классе в Котке, на который совершенно случайно попала моя подруга из церкви Петрозаводска. Говорит, хочешь поехать? Да. И там я познакомилась с моим будущим профессором в Академии Сибелиуса с Олли Портоном, который сказал, может быть, ты сможешь учиться и в Академии Сибелиуса тоже? Одновременно. Да, да. Я говорю, ну а почему нет? В Хельсинки и Петербург близко, всего ночь пути на автобусе. И со второго курса консерватории я училась параллельно в Академии Сибелиуса в Хельсинки. За четыре года я закончила. Но в аспирантуру уже пошла всё-таки в Санкт-Петербург, так как не планировала переезжать жить в Финляндию. Была дилемма туда-сюда. Вот такая удивительная, на мой взгляд, история. Ну теперь тогда неудивительно, как у вас хватает сил и ресурса совмещать службы в церкви, преподавание в консерватории и активную концертную деятельность. Ну и помимо этого ещё и семью, потому что у вас двое замечательных детей. И поэтому вот каждый раз думаешь, как вы всё успеваете? Теперь понятно. То есть это врождённое. Это врождённое. Так обстоятельства складываются. Да, действительно большая радость. Многие, конечно, органисты бывают просто педагогами и совмещают концертную деятельность. Или церковную деятельность и концертную. Вам удаётся совмещать всё вместе. Но всё-таки есть какое-то прям любимое направление, которое вы считаете, что без него ваша жизнь была бы неполноценной. Вот из этих трёх. Педагогика, церковь и концертная практика. Вы знаете, я не скажу такую вещь, которая вас удивит, но нет чего-то такого, из-за чего я буду сильно расстраиваться. То есть если будут складываться обстоятельства так, что не будет какой-то из этих сфер, у меня как бы всегда есть столько планов и столько как бы реализованных таких мечтаний или, не знаю, творческих, что я не буду класть всю свою жизнь вот это и всё, иначе умру. Нет, я бы так не могла сказать. Я могу сказать, что мне тяжело бы, конечно, жилось, если бы вдруг я не смогла играть концерты. Но если вдруг, кстати, буду складываться так, что вдруг это станет невозможно, и вот у меня было сейчас довольно длительное промежуток времени, когда я не играла, я буду заниматься чем-то другим, я буду заниматься со студентами более активно, я буду заниматься с детьми, больше времени удастся им уделять. Поэтому я благодарна за то, что у меня есть, но я не хочу быть заложницей тех обстоятельств, в которых я нахожусь, в том числе и в творчестве. Тут неожиданно стихи стали писаться, это тоже как бы удивительно для меня, потому что никакого специального поэтического и филологического образования я не имею. Поэтому жизнь, она такая интересная, что не знаешь, как повернёт. Да, не знаешь, как повернёт. Ну, на всё воля Божья. Любите ли слушать музыку, то есть когда есть свободное время, ходить на концерты? Вы знаете, я так скажу, это зависит от конкретной ситуации, от всего, что в данный момент, потому что бывает так, что хочется просто послушать тишину. Мне повезло, я живу за городом, у меня есть такая возможность, когда можно слушать только звуки природы. А бывает, что у меня до боли нужен Моцарт. То есть это, наверное, то, без чего я не могу. То есть если я что-то делаю, скажем, отвлечённо, не касаясь творчества, мне это нужно даже как фон подчас. То есть фортепианные концерты Моцарт я могу слушать бесконечно, какие-то симфонии. А что касается коллег, то я, конечно, по возможности с большим удовольствием посещаю концерты, потому что сейчас вот особенно настолько у нас, особенно после пандемии, такое впечатление, что у людей накопился большой-большой ресурс, невысказанный, и всем хочется вот что-то его, и потрясающие сейчас концерты у нас в городе проходят. На всё не успеть, конечно, но я по возможности стараюсь, конечно, за творчеством коллег тоже следить. Интересно, всегда для себя узнаю что-то новое, всегда думаешь, ничего себе, как вот с этой стороны там в регистровке или в какой-то фразировке какие-то новые вещи услышишь, или какой-то такой интересный взгляд на репертуар или на концепцию программы. Я рада, когда есть возможность посещать концерты, и органы в том числе. Зададу такой вопрос, немножко странный. Но всё равно среди наших слушателей, даже то, что наши слушатели рижане, многие не бывали в Домском соборе, ни разу не слушали орган. Вот после нашей передачи, какого бы вы посоветовали послушать произведение именно из органного репертуара, чтобы вот впервые услышать орган и после этого сказать, да, я хочу пойти на концерт. Какого бы вы посоветовали? Вы знаете, у меня сразу в голове сколько всего запрыгало, что вот я даже так вот сходу не могу сказать. Ну, конечно, все всегда реагируют на известную музыку, на токату фуру минор, безусловно. Но на меня в своё время точно такое же впечатление привезла дарисская токата Баха. Не меньше. Поэтому здесь как-то вот прелюдия ми бемоль мажор Баха. Это вот такое произведение, которое, по-моему, сразу же во всём блеске представляет этот инструмент и не отпускает слушателя от начала и до конца держит его. То есть вот какие-то такие масштабные... У вас есть эти записи в Ютубе в вашем исполнении? Или, может быть, посоветуете, кого лучше послушать? Потому что сейчас уже даже школьники выкладывают свободный доступ, и ты набираешь токаты фуго ре минор или тоже прелюдия фуго ми бемоль мажор Баха, то там может не всегда выйти тот исполнитель, которого нужно послушать для первого знакомства. Ну вот ми бемоль мажор, кажется, в Белгороде у меня эта запись есть, где-то она в интернете находится. Можно послушать ре минор, но токату и фуго я также записала на органец церкви Де Марии. Можете послушать, она есть на сайте нашего храма. Замечательно. Набирайте Марина Вяйзе, токату и фуго ре минор Баха, и проникайтесь, дорогие слушатели. Ну а у нас в Риге всё-таки всё начинает проходить. Концерты органной музыки проводятся в Томском соборе, проводятся сейчас в Дуглте, знаменитый фестиваль Львокс Ангелика, художественный руководитель Эдита Альпа. И концертная жизнь восстанавливается, пусть и с сертификатами, но музыка всё-таки звучит. В этом смысле, конечно, в Петербурге, в Москве полегче, потому что можно ходить всем, но правда, во многих церквях в Петербурге есть ограничения, что старше 65 лет слушатели не допускаются. Как у вас с этим? Все допускаются? Или всё-таки тоже возрастное ограничение есть? Я могу сказать, что я заметила, что публика 65+, просто они меньше стали ходить, потому что у нас всё-таки есть уже определённый круг слушателей, которых уже даже некоторых знаешь в лицо. Они просто сами понимают ситуацию, и они, наверное, большинство людей, так скажем, которые желают храму добра, и они не будут сами усугублять эту ситуацию. Конечно, если кто-то придёт пожилого возраста, мы ни в коем случае не выгоняем, но вы были в нашем храме и видели, что у нас дворит органных балконов, и если вдруг возникает ситуация, что нам кажется, что публики многовато для того, чтобы сохранить расстояние между людьми, мы можем в том числе распределить по храму пожилых людей для того, чтобы не было вот этого близкого контакта, ближе рекомендуемого расстояния. Соблюсти дистанцию. Соблюсти эту дистанцию. Вот, хотя... Скорее бы всё так грустно. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. У нас в гостях была замечательная органистка, одна из лучших, ведущая органистка России, Марина Вязя, доцент Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корского, главная органистка Церкви Святой Марии. Ходите на концерты, слушайте органную музыку, так как я сама органистка люблю органную музыку. Конечно же, слушайте вообще любую классическую музыку. До новых встреч. Встретимся с вами в следующую среду. До свидания, Марина. До свидания. Всего доброго. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова